всем привет дорогие друзья как вы видите я на даче сегодня у меня выходной и я хочу заняться немножко работой на даче что 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 я буду делать сегодня сегодня я хочу вот в наш парничок досадить часть перцев от которой у нас еще вот так стоят видите часть перцев хочу на садику что вот перчики не уже хорошо подались а вот дыни арбуз что-то нет или наоборот там дыни а тут арбуз что-то они не очень растут как-то не знаю ну посмотрим посажу их вот сюда на краешек тут две штуки и вот там две штуки посмотрим что получится не знаю ребята но перцами нравится конечно больше чем арбуз дыни ну посмотрим может быть вырастет я привез смотрите вот остаток у нас остался от арбуз от арбузов от дыни что здесь что я уже не помню честно говоря вот такие они уже немножко попадали надо же пересаживать это у нас были холода а эта неделя уже прям такая теплая летняя стоит я думаю что нужно их уже будет посадить ну по краешку тому стенки посажу приживутся то приживутся нет так значит не судьба вот купим потом в конце августа так хочу показать как у меня зацвела вишня обалденно просто смотрите какие цветки пошли посмотрим а вот кстати ребята смотрите пока пока я работал девушка с бабушкой накрыли второй парничок но правда не той пленка которому саши привезли на крышу помните я рассказывал что оранжевая пленка есть вот не ей они не закрывали не закрыли еще пленка с того года она видимо видите осталась хорошая вот прибили вот так вот все очень хорошо держится семечек уже кто-то сюда наброшался шелухи в общем то надо все убрать все убрать 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 и вот посадили огурчики это вот взяли они огурцы где-то купили рассадой как называется я не знаю я потом спрошу обязательно скажу так я не могу сказать это очень сложно и вот где стоят палочки вот я там вижу один сорт написан арагон на палочки второе сорт не вижу третий сорт тоже не вижу какой-то из сортов мы покупали с сашей вот и они вот здесь он где-то посажены а вот еще даже покажу вот ребята смотрите ручеек огурец ручеек но он не длинный на такой обычный огурец вот я думаю что вот он здесь сидит вот тут ближе к нам бумажку поставим на место сейчас бумажку поставил так что вот здесь вот вот здесь вот растет ручеек так пошли посмотрим сейчас конец огорода посмотрим как там что очень поживает вот подались мои цветочки они обалденные ребята такими желтыми желтыми цветут как они подрастут обязательно покажу но тюльпаны как видите пока я работал сожалению не смог вам показать но все прекрасно знаете как растут у нас тюльпаны цветут всякие сорта в общем все они уже цветают но пахнут они конечно обалденно это пиончики уже смотрите подались хорошо вот такие у них уже бутоны смотрите и вот там пиончики тоже уже растут это лилии я хочу сегодня полить тоже это крыжовник девушка тоже белый крыжовник да очень вкусно очень сладкий ежевика дала листочки это очень круто еще ведь какие-то цветы мамины можем мама сама потом придет разберется что тут к чему а вот тут чё посажено астры я стране покупал бархатцы вот ребята здесь бархатцы сидят а тут все сорта да а то есть вы все сразу посадили хорошо вот да я покупал бархатцы раньше они у нас сидели вот там вот у смородины но что-то мне там не нравится чтобы их не видно а вот здесь вот я думаю хорошо будет молодцы что сюда посадили очень сколько они сделали пока пока я работал так смородина кстати вот здесь вот где-то посажен морковь свекла свекла это редька вот где-то здесь пошли дальше наши любимые с вами синие цветочки уже начинают потихоньку отцветать к сожалению но смотрите кто прилетел кто летает видите видно кольцо собирает труженицы наши а вот это ребята дельфиниумы уже так подались я не помню как они цветут мы их сажали очень-очень хиленькими где-то два года назад а сейчас смотрите какие они стали пышные и крепкие рядом лили это ирисы это я не знаю что тоже что-то из цветов слышно все кстати клубника уже зацветать начинает вроде как прижилась вот прижилась прижилась так что сейчас а пойдем сейчас быстро глянем помидоры и все приступим к работе пока стоял с дедом разговаривал смотрите какая-то черная фигня ползает по листьям на яблони что это такое никогда такого не видел видно вам ребят чё это такое кто знает или ничего это кто это в общем яблони у меня еще не цветет она вот только-только собирается хотя в городе яблони уже во всю цвету ладно пошли быстро глянем что с помидорами и я покажу что мы сейчас будем делать точнее я буду делать а дедушка потом подключиться в общем пошли так ой но вишня конечно цветет ребята вообще обалденно а не буду заходить так покажу ну чё смотрите все прижилось все стоит даже какие-то помидорки начинают уже зацветать вот сейчас покажу видно вот видите а вот здесь вот мелкая такая вот посажена это редисочка всегда здесь вот так вот с краешку моего высажены сколько лет уже он идет обалденно обалденно так идем матем матем сейчас буду землю копать ребята и покажу одну очень классную штуку для скапывания вместо лопата не знаю может кого-то есть кого-то нет но я ее вам покажу это очень удобная штука смотрите как слива цветет ну вообще как так красиво можно цвести красота какая скоро сливы тоже будут созревать слив очень на сладкий вкусный так ребята такая штука видите вот какая у него он какие зубья сейчас попробуем показать вот такие видите да дед говорит зубе опасные действительно эти зубе опасные мама покупала в каком-то интернет-магазине в каком не знаю интер металл не прилетел так послушайте название я не знаю честно покупали давно и это очень классная штука ей очень удобно копать сейчас я когда начну здесь выкапывать землю для маленького парничка вот такой знаете с металлическими дугами пленкой натянем и нормально я покажу как эта штука работает очень классная и можно кстати подкачать мышцы на руках но я думаю что считаю даже что это удобнее чем лопата вот эта штука так что все кто увидит в интернете можете покупать и пользоваться это очень очень удобно так что давайте приступим уже копать а где короче все для дачи вот это да так что ребята в общем девушка говорит сейчас они везде продаются на то время когда мы ее покупали не было их магазинах этих штук они продавались только в интернет-магазине в каком не знаю ребята если увидите ее вот эту вот эту фиговину до сообщите где вы ее увидите мы тоже ее приобретем потому что вещь нужная новую тоже хочется так она у нас только одна и копаем и по очереди вот солнце сегодня прости солнце сегодня замечать прям глаза светит в общем вот такая штука куда ты понес то намечать так не показывай как она работает все же вы все видите как она пашет ну все секрет раскрыл дед ну дед ну зачем-то секрет раскрыл я хотел показать хочу я не смогу сам показать хочу такого какие-то черные эти типа комаров дед может я этим займусь нет у тебя есть свое задание я границу уже увидел нельзя тебе ничего в руки давайте сразу начинаю все это виде корни корни оставлю обязательно чтобы выросла да эта штука кстати очень хорошо выкорчевывает корни все сразу на поверхности и вытаскивать очень удобно то есть потому что земля получается видите воздушная и сразу все в доступности все корни можно достать и показать кстати покажу вот допустим как вытащить вот этот сорняк нет вот вот этот сорняк покажи вот как вытащить вот так ставите получится раз и вытаскивается прямо вместе с корнем видели ребят смотрите какие корни вот собственно вот так вот все сейчас я буду копать девушка пойдет заниматься своим делом а Продолжение следует... Продолжение следует... Землю для парничка. Что могу сказать, какой он будет? Какой он будет, это очень сложно сказать, потому что вот стоят вот эти вот... Такие вот металлические дуги. Будем их втыкать в землю, делать перекладину и, собственно, уже обтягивать плёнкой. вот еще раз смотрите как выглядит эта штука вот с такими зубьями три минуты и все земля вспахана никакой лопаты ничего все корни на поверхности все вытаскали как этот куб как их там господи корни все вытащил и все сейчас земельку подготовим поставим дуги не покажу уже что вам делать дальше так ребята ну что сейчас я уже вот смотрите подготовил здесь от луночки 8 штук 8 луночек одну я луночку уже сделал все-таки решил показать вам что я буду делать сажать сюда будем дыни и арбузы вот из парника я думаю тоже сюда их пересажу здесь им всем вместе будет лучше чем с перцем мне кажется так и растение будет лучше значит я сейчас буду в каждую лунку класть отобрения перемешивать землю и собственно уже потом будем сажать как я это сейчас буду делать я вам покажу все очень просто ничего сложного дедушка он сухую ветку отпиливает ты ради этого шел какой то только на будет замазать а ну хорошо 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 так что вот вся держка пойдет там доделает свое дело и а я пока займусь ямочками вот этими вообще вся сухая полностью на все давайте работать ходить с моим-то ростом метр восемьдесят три высокие ладно все давайте работать не надо тене терять время да да Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok слушайте как бороться с этим сырником как ребята может быть кто-то знает напишите пожалуйста в комментариях ну просто прям растет 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 и растет может это конечно хорошо что здесь все так зеленый прекрасно но надо что-то с ним делать мы с тяпкой да его срубали ну корни не срубишь до корни срубишь теплицу не надо еще обязательно доделать то обработать наверное этим займусь завтра постараюсь или или послезавтра вот потому что нужно ее обработать до конца полностью вот не а буквально остался только вот и вот этот бог и вот тот дальний с той стороны можно не делать там нормально еще деревьяхи с этой стороне стороны не почему-то больше прогнили прогнили чем стоим не знаю почему вот мята где-то тут сходит девушка где мята а вот мята ребят сейчас покажу вот вот мята надо будет крапиву выдергать этот сорняк выдергать и чтобы меня тебя было хорошо расти вот мята ее здесь много-много он видите надо заняться то с этой работой мне когда придет и все по полу то девушки с бабушкой наклоняться очень тяжело так что не знаю надо за свои выходные быстро это дело все сделать так ты намечаешь примерно какие у нас будут границы до ну слишком низко наверно не надо да ну вроде нормально такое расстояние да вроде такое расстояние нормально но может их закрепим житью выживут точно к житью выживут сашин лучок уже вон видите какой же стрелы дал надо буксать его тоже полить сегодня обязательно клубнику на слушаю вот давно клубника не занимались и и в тоже же поливаю на или а так сухую сухомятку любит влагу кроме моркови морковь и ребята не поливаем горький опыт наш думали что морковь надо поливать 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 она у нас один раз и выросла вся в траву вот полив должен быть моркови естественный то есть как идет дождик как он ее полил и все это было проверено нами в том году морковь выросла очень хорошая большая и крепкая мы ее ни разу не сами не поливали вот так что на заметочку такой лайфхак но садоводы наверно знают что морковь не надо поливать что-то это какая-то большая у тебя так можете там еще есть большие мы заменим их на ты немножко скосила вот это это нет нормально а ты нет арбуза нижний скин и стереться как кабачки и прочее и поэтому почему-то мы ступили зачем мы их посадили в парник они же стелятся им нужно много места а здесь им будет нормально даму потом берем вот это все когда они более-менее подрастут до одежку тот край надо немножко сузить другую ну вот такие раньше мы ждем раньше делали да парнички вот такие с такими дугами на дед мы же раньше такие парнички ставили маленькие такие парнички у нас всегда были с такими вот дугами металлическими вы знаете все хорошо прекрасно росло с ними вот это высоковато стоит средняя ее надо немножко нет ни с этой стороны нет не не стоит а все на дальше уже упирает но пока ребята не понятно что это будет просто полу дуги такие значит сейчас мы тогда разберемся как что лучше сделать я уже покажу что получится ну вот ребята вот так соединили видите вот поставили еще такую вот палочку и она довольно таки уже прочно все стоит не шатается в основном вот так сейчас будем с пленкой разбираться натягивать и все можно будет уже сажать дыньки и арбузики ну что ребята сейчас собственно будем уже сажать дыни с арбузами сюда сейчас надену перчатки я буду делать все руками так давай дед доставай тогда так там где-то должно быть написано что это давай не вижу вот это можно обломить вверх не надо зачем землей засыпем вверх не знаю не знаю что это лакара из все вместе при все равно приживется так нет давай воду надо ну по-моему еще ниже да ну по-моему вот 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 так давай неси водичку вот вот теперь нормально на следующую так это не такая высокая вот так или все надо было подлиннее чуть по корове ходит метро карток сразу гулять разделяет на 4 штуки но это пока не трогай какой-то выделить это же 2 давай то что по одному и и и Так ребята сажаем дыню с арбузами Так прижимаю Чтоб не улетела Да не в том дело Вода, влага не поедется Прижмешь Так Подожди 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 Продолжение следует... Ну вот, один ряд у нас готов Сейчас надо будет посадить второй ряд Собственно, точно так же Показывать не буду Покажу уже, что получится Ну вот, мои хорошие Посадил я Дыни с арбузами вместе Так Получается 4 дыни 4 арбуза, всего 8 Я думаю Я вот, кстати, одну дыню Один арбуз из Парника пересадил сюда В парник Я сейчас пойду сажать перцы Мне кажется, что Здесь дыня и арбузу Будет намного комфортней Потому что здесь много места Мы специально построили Такой небольшой парничок Им должно быть удобно Комфортно Когда они подрастут Они же будут стелиться Им достаточно много места Нужно будет Здесь места достаточно И здесь как раз Все время солнечная сторона Здесь тени не бывает Так что под пленочкой Все должно им хорошо Быть комфортно Земля здесь удобрена Перегноем Так что я думаю Все сейчас должно быть хорошо Пусть маленькие Хорошенькие наши растут А мы пойдем дальше Заниматься Сажать Оставшиеся перцы Не нужен он Ну вот, ребята До завтра мы оставим так Парничок маленький С этой стороны Скорее всего Так и останется Только по бокам Скотчем приделаем Чтобы ветер Вот эти вот края Не трепал Всю жизнь так раньше делали Все хорошо держалось Так что На заметку возьмите Можно вот такой парничок делать А с этой стороны Будет у нас открываться Так закатываться наверх Но это уже сделаем завтра До завтра он так постоит Ветра не обещают Так что ничего с парником Не случится Везде все плотно закрыто Ветер нигде не попадает Так что вот так вот Сейчас Беру свои манатки И пойдем с вами Посадим перцы Так Все Вот так получилось Я считаю Довольно таки неплохо Все, пошли Сейчас быстренько перцы посадим Польем остальные И все на сегодня Все остальную Работу с парничком Продолжим уже с вами Завтра Так 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 это я поставил Перчатки мне нужны Все, пошли в парник Ну что, ребята Сейчас будем досаживать Остальные перцы Я вас поставил Закрепил И они должны у меня упасть Так, считаем Раз Да, понятно Шесть штук Надо посадить Напротив Делаем Шесть луночек Раз Раз Два Три Четыре Пять Вот здесь шесть Вот здесь шесть И шесть Так, шесть штук Сделали Сейчас будем сажать Давайте сначала посадим Самый хиленький Так Дед, иди сюда Дед, иди сюда Вот он Ну ладно Иди еду Потом передвиня Сейчас, подожди Давай поливаю Ага Так Этот готов Давайте сразу еще С этого края Посадим еще один Вот этот Слушай, ты воды столько льешь Как будто не знаю Что-то улага была О, вишня как-то спустилась А? Вишня как-то спустилась Рассвела Так, готово И вот смотрите У меня такой вот Маленький есть Его я все просто Посажу Вот сюда Вот в краешку И много места Не нужно Вот так Вот так Отлично Пусть сидит Растет Наш масявочка Так Так С этим готов Сажаем остальные Тебе тоже Все хорошо Все хорошо Они сами Они сами Недут Куда Пойти Они про это Говорят Не пират Не касаться Потом Мышать Только Говорят Не с и лягуха Прорвемся Так Теперь 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 О какой Хорошенький Смотрите Тех Заливал И этому Не налил Так Сейчас Посадим Посадим Еще один Вот сюда За вами Вам его не видно Будет Так И примнем Еще раз Примнем Чтобы Хорошо Там Сидел Хороший Урожай Давал И вот сюда Посажу Еще один Маленький Где-то Вот сюда Нет Подожди Поглушено Вот так Чтобы Никто Никому Никому Не мешал Вот так Ну вот Ребята Как-то Так Пусть Растут Наши Хорошенькие Перчики Перчики Ну вот Смотрите Вот что Получилось Видите Вот так Вот они Сидят У нас Которые Вот Сажали После Постройки Парничка Они уже Вот так Вот Выросли Такие Большие Стали Крепенькие Хорошенькие И Сейчас Надеюсь Что Вырастут Вот Эти Перчики Вот Земля Тут Кстати Очень Хорошая Мягкая Мне Очень Нравится И Перчик Видимо Тоже Очень Нравится Вот Так Все Растите Мои Хорошие Так Ребята Дед Поливает Огурцы Так Сорт Давайте Посмотрим Ла Лабелла Ф Ф1 Лабелла Ф1 Аргон Вот Это Я не знаю Что И там Мы уже С вами Смотрели Ручеек Вот Такой Сорт У меня Сидит Сейчас Посмотрим Как Одной Рукой Нали А че А че Я У меня Тут Люди А у Тебя Так Там Что У меня Пикнуло Надо Проверить Что Там Пикнуло Так Вот Так Все В Порядке Сейчас Полью Перчики Ну Чего Ставь Пошли Поливать Какая Вода Теплая Ребята Вообще Так Все Перцы У нас Политы Теперь Хочу Немножко Сбрызнуть Мамины Лилии Совсем Чуть Чуть Вот Эти Вот Совсем Слегка Чтобы Они Немножко Хотя Немножко Влагу Влагу В себе Впитали Совсем 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 Чуть Так Тут Вода Тут Земля Влажная Тут Влажная Там Сухо Было Ну Им Пока Хватит Так Что Вот Так Девушка Телейка Нужна Не Нужна Все Полили Что я Хотел Вроде Ничего Не забыл Ой Какие Хорошенькие Вообще Вроде Как Желтые Должны Быть Не Красные А Желтого Цвета Перец Ну Посмотрим Что Вырастет Ну Что Ребята Фронт Работ На Сегодня Выполнен Сделали Все Что Хотели Даже То Что Не Планировали Не Планировали Мы Строить Парник Этот Маленький Ну Завтра Как я Сказал Мы Его Закончим Что Еще Что Еще Ну Собственно Да Решили Что Лучше Посадить Дыню С Арбузами Все Вместе А Перцы С Перцем Вот Так Будет Наверное Лучше Там Уже Тепло Нашим Арбузикам Вот Пусть Растут Там Вот Как То Так Ребята На Сегодня Думаю Что Все Остальное Работу Будем Делать Завтра Сегодня Так Много Сделали Все Сегодняшний Влог Я Заканчиваю Всем Пока Пока